Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Ура каникулы! Сегодня в школах Анапы прозвучал последний звонок, знаменующий окончание учебного года. Для выпускных классов настала горячая пора экзаменов. Зазвонят колокола. Храмы города-курорты готовятся к празднику Вознесения Господня. 20 лет успеха. Художественный образцовый ансамбль спортивного бального танца «Эврика» празднует юбилей. Мелодии торжественных линей, ознаменовавших окончание учебного года, наполнили в это утро улицы Анапы. Для учащихся всех 34 школ города-курорта прозвенел последний звонок. На каникулы отправились почти 23 тысячи юных анапчан. Особенным этот день стал для 707 выпускников Анапы. Праздник на школьном дворе и классные часы завершили их 11-летний путь обучения. Впереди у них государственные экзамены и первый взрослый выбор дальнейшего пути. Глава Анапы сегодня на праздник последнего звонка посетил 14-ю школу села Гайкадзор. Первым делом главе Анапы продемонстрировали новый объект – многофункциональную спортивную площадку. Она появилась на месте пустыря как раз по настоянию Сергея Сергеева. Рядом идет работа по строительству на спонсорские средства футбольного поля. По соседству будет современная волейбольная площадка. Кроме того, в прошлом году из муниципального бюджета 14-й школе было выделено свыше 800 тысяч рублей на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения доступности для маломобильных граждан. После обхода территории Сергея Павловича пригласили на торжественную линейку. Были стихи в исполнении первоклассников, теплые слова благодарности любимым учителям, море цветов и трогательный школьный вальс. И что особенно отметил глава Анапы – доброжелательная атмосфера, сплоченность детей и гордость засверстников, отличившихся в учебе, в общественной жизни. У меня есть уверенность, что вам дан хороший старт в будущее. Я хочу поблагодарить от имени власти, руководства школы, учителей за ту большую работу, в которую они, обучая вас обязательным предметом, провели по воспитанию у вас действительно людей, патриотов своей Родины. Мы дали вам старт, а вы сумеете распорядиться этими знаниями во благо себя, своих семей, своих близких. И, наверное, самое главное – во благо и Гайкадзора, и Анапы, и Кубани, и России в целом. В этом году Гайкадзорская школа выпускает 19 11-классников и 55 9-классников. Святые слова благодарности учителям в педагогическом коллективе 35 человек. Среди них есть те, кто отдал работе в школе больше 40 лет жизни. Им нужно идти в жизнь. Хорошие дети. Трудно сорваться с такими детьми, которые у нас есть. Последний звонок прозвучал сегодня для всех учащихся 14-й школы. А их ни много ни мало – 662 человека. Старшеклассникам предстоят экзамены, а для учащихся младших и средних классов будет работать пришкольный лагерь. Детворе Сергей Павлович пожелал безопасных и интересных каникул. Подарил сетку мечей как раз на лето, на время беззаботных шумных игр. В школе номер 11, которая расположена в селе Супсех, за лето планируют модернизировать входные группы и отремонтировать спортивный зал. Здесь уже действует 18 кружков и спортивная секция, воспитанники которой добиваются весомых успехов. Сегодня в школе прозвенел последний звонок для выпускников 11-го класса. Среди девятиклассников есть ребята, которые хотят осваивать рабочие профессии и намерены, сдав экзамены, поступать в среднеспециальные учебные заведения. Шесть претендентов на золотую медаль. Фокина Дарья, Жуковская Екатерина, Арсуманова Виктория, Климова Валерия, Дереклата Владимир, Мишаков Лев. 14 человек учатся на 4 и 5. 36 юношей и девушек, почетные гости, среди которых представители казачества, духовенства, местной администрации, заслуженные педагоги. Они желают выпускникам состояться не только как гражданам, но и как профессионалам своего дела. Алексей планирует поступать в Балтийский военно-морской институт имени Ушакова. К военной карьере готовился, занимаясь спортом, не ради соревнований, а для себя. С одной стороны весело, а с другой грустно. Как бы весело, что ты уже поступаешь в более взрослую жизнь. А грустный момент, что ты тут проучился уже 11 лет. Я в этой школе с первого класса. И меня вся атмосфера и обстановка очень всем нравятся. Сегодня выпускники говорят спасибо тем, кто все эти годы вкладывал в них частицу себя. Это не только педагоги, но и охрана, повары школьной столовой. Отдельная благодарность Галине Марчук. Первого класса она преподавала физкультуру у ребят. С пятого была классным руководителем. И слезы, и радость, и волнение. Все вместе. Но в целом хороший класс, очень хорошие родители. Я бы с этими родителями еще сто лет работала. Но в целом у них нормальная жизненная позиция. Вот мы своей функцией справились. Дети умеют принимать решения. Выпускники говорят об особой школьной атмосфере. Сегодня здесь занимаются больше тысячи ребят. К будущему году, помимо косметического ремонта, в школе заменят входные группы. Также муниципалитет выделил деньги на ремонт спортивного зала. В прошлом году отремонтировали актовый зал. Около ста учеников занимаются в ансамбле кавказского танца. Каждый год идет вливание бюджетных средств. За этот счет мы восстановили полностью здание тира. Там сейчас занимаются секции борьбы. Есть успешные дети, кандидаты в мастера спорта, и по самбо, и по дзюдо, чемпионы России. Это огромное дело, когда ребятам есть чем заняться. Кроме того, у нас 18 кружковых секций в школе. И есть наша гордость школьная. Это ансамбль кавказского танца. Две возрастные категории, в которых занимается более 100 человек, детишек. Многие выпускники 9 класса хотят осваивать рабочие специальности. Анастасия хорошо учится, занимается эйкидо и тайским боксом. Хочет поступить в Анапский колледж в сферу услуг, чтобы стать поваром. В старшие классы решила не идти. Родители мне предоставили выбор. Они сказали, что я имею право сама поступить, куда хочу и на любую профессию. Они меня не ограничивали. Был вариант, но я сама не захотела. Последний звонок. Уроки для выпускников закончились. Впереди единый государственный экзамен. 28 мая в это воскресенье в Краснодарском крае пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия». Его цель – определить лучших кандидатов, тех, кого партия в сентябре этого года выдвинет в региональное законодательное собрание. В Анапском местном отделении идет подготовка. На печатанном бюллетене подготовлены специальные указатели, которые помогут найти избирательные участки. Всего их будет 14 в Анапе и во всех сельских населенных пунктах. Узнать об их размещении можно будет в средствах массовой информации, а также на официальном сайте города-курорта. Проголосовать смогут все желающие. Выбрать можно будет как одного, так и нескольких участников. Победит тот, кто наберет больше всего голосов. Это, во-первых, единственная партия, которая проводит такое голосование. А цель этого голосования – именно сделать предварительный правильный отбор. То есть сделать так, чтобы на дальнейшее голосование уже и выдвижение кандидатом в депутаты, то бишь в нынешнем, так сказать, избирательной кампании депутаты законодательного собрания, были определены именно населением лучшие из лучших или, правильно сказать, достойные из достойных. Узнать адрес счетного участка, на котором вы сможете проголосовать, можно на интернет-сайте, указанном на экране. Время голосования с 8 до 20 часов. И к другим темам. Завтра православные верующие будут праздновать Вознесение Господня. На всеночное бдение в Свято-Вознесенский храм, который находится в станице Анапское, прибудет епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. К престольному празднику церковь украсили новые куполы и шатер над колокольней. Наши благотворители, у нас есть попечители нашего храма, которые пожелали остаться неозвученными, но все же скажу, что сделана достаточно большая работа на этой неделе, вот прошедшей неделе. У нас были заменены центральный купол и шатер над колокольней. Тот, кто производитель этих куполов и шатров, гарантирует срок эксплуатации не менее 50 лет, что как бы само по себе внушает нам уже некоторые надежды, что если Богу угодно будут наши труды, что на протяжении 50 лет вот этот красивый купол и этот шатер будут свидетельствовать о том, что вера православная не просто жива, станица она развивается и развивается очень активно. Также в святыне храма икона Пресвятой Богородицы Курское коренное знамение получила новый оклад и ювелирное обрамление. Материалом послужили многочисленные подношения, которые делали верующие в благодарность за помощь. С июня перед иконой будут проводить регулярные молебные с чтением Акафиста. Примерно за год рядом с храмом появилась коробка здания будущей церковно-приходской школы. Пока ученики занимаются на втором этаже храма, но уже до конца текущего года работы могут быть завершены. Мы сейчас стараемся всеми силами сделать максимально все, чтобы для нашей молодежи и для будущего поколения присутствие в храме было не только религиозно понятным, интересным и необходимым, но и также с богословской стороны, с образовательной, катехизаторской стороны, а также со стороны просто каких-то молодежных проектов, социальных проектов. Храм стал более значимым, так в принципе, как и предполагается его присутствие в Евангелии. Юные анапчане продолжают изучать семейное древо. Кто были деды и прадеды, где работали, в каких частях нашей необъятной родины жили. На все эти вопросы сегодня ищут ответы юные участники конкурса, которые проходят на курорте. В конкурсе участвуют работы, которые в разных техниках декоративно-прикладного творчества изготовили семьи с детьми. Керамика, резьба, росписи или резьба по дереву – полет фантазии зависит только от навыков участников. Главное – описать семейные истоки. Для участия в конкурсе необходимо направить пояснительную записку и фотографию своей работы на электронный адрес, указанный на экране. С полным положением о конкурсе «Семейное древо» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Анапы. Художественный образцовый ансамбль спортивного бального танца «Эврика» празднует свое 20-летие. Это один из коллективов, который знает как на уровне края, так и всей России. Изысканно. Так говорят о стиле коллектива, родители. Все началось 20 лет назад, когда выпускница ансамбля «Современник» решила, что не может жить без танцев и основала собственную студию, которая со временем стала базироваться в Доме культуры «Станица Анапская». В тот период, когда я пришла сюда работать, директор был Нина Евгеньевна Хижняк, и это она меня встретила совершенно случайно здесь в Анапске и говорит, приходи к нам, защититесь, получите звание образцово-художественной и будете здесь у нас творить. И так как в Анапске действительно не было ни одного коллектива именно по спортивным бальным танцам, мы пришли сюда возрождать бальные спортивные танцы именно вот здесь, в нашей станице Анапской. Звание образцовый «Эврика» получила в 2008 году. Лидия Путилова тоже выпускница «Современника». Теперь возглавляет коллектив. Ребята здесь настолько дружные, уважающие друг друга, очень хорошая сборная команда родителей, поэтому я думаю в совокупности этот коллектив будет достойно представлять город Анапу на всех творческих фестивалях. Первые танцевальные шаги ребята делают в 4 года в ансамбле, который назвали «Спутник». Со временем переходят в старший состав. В активе воспитанника «Эврики» десятки наград, в том числе краевых и общероссийских турниров. Одна из самых ценных – первое место на чемпионате Южного федерального округа, который проходил в Анапе. Дети Полины Ковалевской занимаются танцами «Эврики». Дочери 7, сыну 12. Ребенок старший уже настолько втянулся, что для него это как в школу ходить. Вот он бежит, он знает, что у него танцы, он сам собирается, сам идет. Иван Скорпинцев в коллективе с 6 лет помнит, как тренеры пришли в детский сад, пригласили всех из группы, вызвался он один. Мы танцевали в ансамбле, смотрели на наших старших ребят и всегда хотели научиться танцевать так же, как они. Теперь вместе с Фиолетой Рощиной они тренируют детей. Детки, которых воспитала Ирина Николаевна, прекрасно помогают с нашими детьми. Они вроде еще и дети сами, но настолько ладят с нашими детьми, помогают ей, воспитывают наших детей, тренируются с ними. Растут на глазах. Мы вот буквально наша самая старшая группа, мы их помним, сколько им лет, наверное, 7 было, а сейчас они в 5-6 классе. Они просто невероятно выросли, как на глазах. Причем они выросли не только в возрасте, но также и в своем танцевании. Делают большие успехи. В ансамбле надеются, что Иван и Виолетта продолжат традиции. Сегодня в коллективе занимаются 70 ребят. Руководитель верит, что когда-нибудь будет и 170, и 270, и будут новые победы. Музыкальная палитра соберет друзей. Всего несколько дней осталось до того момента, когда на сцене городского театра засверкает красками финал муниципального фестиваля «Музыкальная палитра». Детсадовцы проводят последние репетиции, дошивают костюмы, оттачивают стихи и песни. Галоконцерт фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня. Начало галоконцерта в 10 часов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-регион.ру». А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.